МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отправка нам сообщений. Все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Не менее пяти человек погибли, более сорока раненых в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу. Результаты попытки прорыва российско-украинской границы вооруженными формированиями, состоящими из российских граждан, воюющих на стороне ВСУ. О чем беседовали во Флориде Дональд Трамп и Виктор Орбан. Также сегодня. Из меня хотели сделать отбивную, натуральную, молотком для отбивных. Человек прямо у дома, во дворе. На пол он меня раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет. Сломал за ту руку. В Вильнюсе совершено нападение на одного из ближайших соратников Алексея Навального – Леонида Волкова. Не менее пяти человек погибли, более сорока получили ранения в результате ракетного удара, который Россия нанесла вчера по городу Кривой Рог в Украине. Как сообщил глава городской администрации Александр Вилкул, среди пострадавших несколько малолетних детей, шестеро раненых доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Российские военные выпустили по Кривому Рогу ракету типа Х-59, обломки которой упали на жилой дом. Вот что сегодня утром с места падения ракеты передавала журналист Наталья Гусак. Поэтому эти работы были приостановлены. А как вы видите, больше всего от ракетной атаки пострадал девятиэтажный дом. В нем сразу возник пожар с шестого по девятый этажей. Изварительно в него попала российская ракета Х-59. Это произошло уже в вечернее время, когда люди возвращались домой с работы. Здесь очень плотная, высотная застройка. И в это время и на улице было достаточно много людей. И уже дома было очень много людей. И сразу после взрыва люди стали собираться возле этих домов, жильцы спускаться. Около 20 высотных домов пострадали в результате этой ракетной атаки. Уже с утра, буквально с расцвета, люди стали приходить в штаб, который развернули рядом с этими поврежденными и полуразрушенными квартирами. Людей здесь очень много. И жильцы этих домов рассказали нам вот уже сегодня. У них не утихают эти эмоции. Они рассказывают, собственно, что им пришлось пережить вчера вечером. И своими эмоциями не поделились с нами. Многие приходят, чтобы забрать животных. Многие говорят о том, что больше не хотят оставаться в кривом роге и планируют выехать из города. По крайней мере, до момента окончания войны. Вот что нам рассказали люди. И меня как ударит вот сюда в голову. Я перелетела через кровать. И смотрю на меня, валится окно. И я больше ничего не помню. Голова сильно болит, тошнит. Ну, а так остальное. Ну, окна. Окна повыбивало все это там. Услышала взрыв. И как раз открыла глаза и увидела оранжевое небо. Побежала сразу в коридор обуваться, одеваться. Бабушка со мной живет. То она за мной побежала. Открыли двери сразу. Перегородку, подъезд открыли. Полиция поднимается. Говорит, спускайтесь скорее. И спасатели в первые минуты после взрыва сразу же начали, несмотря на огонь, несмотря на дым, начали дезлокировать людей. В некоторых квартирах они рассказали, что им пришлось буквально выбивать двери для того, чтобы можно было помочь людям спуститься вниз. Здесь безопасное место. Пять человек. Они помогли им выйти. Некоторые были семьями. К сожалению, погибли четыре человека. Двое из них находились в этот момент в квартирах. Одна женщина проходила по улице. И о смерти еще одной женщины стало известно сегодня утром. Она встречалась в больнице. На данный момент в больнице все это остается около 20 человек. Несколько из них дети. Двоим еще не исполнился даже года. Вчера пострадал не только эти дома. Был также поврежден пятиэтажный дом в другом районе города. Поэтому последствия достаточно серьезные. По предварительным оценкам местных властей повреждены около 400 квартир в многоэтажных домах. И вот люди, жильцы этих домов сейчас ждут, пока спасатели уже посмотрят, насколько безопасно пускать людей в свои квартиры, чтобы они могли забрать вещи, хотя бы какие-то вещи первонепные. Из Кривого Рога передавала журналист Наталья Гусак. Еще два мирных жителя погибли в Мирнограде и в Сумах. В Мирнограде авиабомба упала на жилой пятиэтажный дом. В Сумах российский беспилотник типа «Шахет» тоже врезался в жилой многоквартирный дом. 15 квартир повреждены, 30 разрушены. Из-под завалов удалось вытащить живыми 10 человек. Ну а российские власти сообщают о новых атаках по нефтяным объектам в разных регионах России. За минувшие сутки ударом подверглись в частности сразу три нефтеперерабатывающих завода в Рязани, в Нижегородской области и в городе Кириши, это в Ленинградской области. Все эти заводы находятся в сотнях километров от границы России с Украиной. Количество подобных атак за последние недели резко выросло. Ну и продолжает, конечно, обсуждаться вчерашняя попытка прорыва на российскую территорию вооруженных формирований, состоящих из граждан России, воюющих на стороне Украины. Представители этих формирований вчера объявили, что им удалось прорвать границу и на некоторое время взять под контроль несколько населенных пунктов. Министерство обороны России это отрицает и заявляет, что атака была отбита, а принимавшие в ней участие украинские подразделения, они характеризуются в заявлении Минобороны именно так, понесли тяжелые потери в живой силе и технике. Данные о вчерашних боях из открытых источников собирал мой коллега Марк Крутов. Он сейчас на линии телефонной связи. Марк, какие данные о вчерашних боях на российско-украинской границе вам удалось собрать? Действительно ли было проникновение на российскую территорию? В первую очередь я хочу сказать, что проникновение, о котором говорят сами участники этих боев, это добровольческие формирования, сформированные из граждан России. В этот раз их было три. Русский добровольческий корпус, регион свободы России и сибирский батальон. Все они утверждают, что проникли на территорию России и вели там бои, но документальных доказательств, подтвержденных именно факту проникновения, к сожалению, пока у меня нет. Удалось геологировать столько множества видео, которые они снимали с беспилотников. Это видео, которое могло быть снято оператором, который находился в этот момент на украинской территории. На нем видны взрывы, на нем видны следы пожара. Это могли быть либо сбросы боеприпасов с дрона, либо, возможно, минометный обстрел. Но, так или иначе, обращает на себя внимание масштаб, потому что есть такие видео, снятые на протяжении более чем 150, по-моему, километров, потому что речь идет сразу о нескольких российских областях. Это Теткино, Курская область. Это контрольно-пропускной пункт Грей-Ворон в Белгородской области на границе с Украиной, который прославился, в кавычках, в прошлом году во время рейда, одного из первых таких рейдов русского добровольческого корпуса. Это пропускной пункт Нехатеевка, откуда вчера уже Министерство обороны России опубликовало видео с якобы подбитым танком одного из этих добровольческих формирований. Но вот если сравнивать с рейдом мая прошлого года нашумевшим, где было много видео, снятых бойцами РДК и региона свободы России именно с улицы этих населенных пунктов, которые они, как они утверждали, захватили, то в этот раз мы практически ничего такого не видим. Только сегодня утром бойцы региона свободы России выложили еще одно видео, на котором они утверждают, что оно снято в самом Теткино, вопреки тому, что Минобороны говорит, что в Теткино никого нету, и там идет мирная жизнь. Но гео-лоцировать это видео пока нам не удалось. Так что разница с прошлогодним рейдом заметна, но и говорить о том, что вообще ничего не было, конечно, тоже невозможно, да и само Министерство обороны об этом не говорит. Обращать на себя внимание, конечно, фантастические цифры потери среди этих волонтерских формирований, о которых говорит российское военное ведомство. 240 человек, ничто в открытых данных не свидетельствует о том, что эта цифра может быть даже близка к настоящей. А все-таки какое количество человек было задействовано в этих операциях? Можно хотя бы приблизительно сказать? По выложенным им видео можно судить, наверное, о нескольких десятках человек. Я бы сказал, может быть, 20, 30, 40. Сложно сказать. Что касается техники, тоже они выкладывали видео, и Министерство обороны России выкладывало видео движения их колонн. Там речь идет о нескольких БТРах, и вот если этот танк действительно принадлежал одному из этих формирований, то еще о танке. Опять же, это в разы меньше, чем было задействовано в прошлом году для атаки, например, на тот же пункт пропуска Грей-Ворон, когда мы чуть ли не впервые там увидели некоторые образцы западной техники, переданные западными союзниками Украине. И вот они тогда использовались, и довольно много этой техники было потеряно. В этот раз, можно говорить, ну, наверное, о считанных единицах. Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Марком Крутовым. А такие как на границе России с Украиной, так и в глубине российской территории сегодня прокомментировал Владимир Путин. Сегодня было опубликовано интервью, которое он дал телеведущему Дмитрию Киселеву. Путин убежден, что все это делается, чтобы помешать голосованию на президентских выборах. Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу вылеза в явление граждан. Первое. Второе – это информационный эффект, о котором я уже сказал. Ну, а третье, если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козы в возможном будущем переговорном процессе. Говорил Владимир Путин. Интервью Путина Киселева было довольно пространным. Больше полутора часов. К одной из затронутых в нем тем я еще вернусь. Время свободы. В Вильнюсе вчера вечером было совершено нападение на одного из ближайших соратников Алексея Навального – Леонида Волкова. По словам бывшего пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, Волкову, цитата, «разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком». Конец цитаты. Волков был госпитализирован. Через несколько часов его отпустили из больницы с гипсом на руке. Президент Литвы Гиттенас Науседа заявил в интервью Литовскому национальному радио и телевидению следующее, цитата, «Нет сомнений, что такие вещи планируются, но я хочу прояснить, власти проведут оценку, расследование и, надеюсь, найдут виновных. И я могу сказать Путину только одно – вас здесь никто не боится». Конец цитаты. Напомню, что это слова президента Литвы Гиттенаса Науседы. А вот что рассказал о нападении сам Леонид Волков. «Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных, чек прямо у дома, во дворе. На пол он меня раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела, ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку. Ну, слушайте, дело наживное. Главное, будем работать и не будем сдаваться. Я пока никаких комментариев давать не готов, кроме того очевидного, ну что это был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, это тоже привет. Что могу еще сказать? Ну, участвуйте в полдне против Путина. Делать-то что-то надо, правильно? Давайте». Говорил соратник Алексея Навального, Леонид Волков, участвовать в акции «Полдень без Путина» призвал россиян и политико-бизнесмен Михаил Ходорковский. И вот как он мотивировал эту свою позицию. Путин – это война. Путин начал агрессивную войну против Украины, чтобы поднять свой рейтинг. Он врал, что защищает русских, а сам бомбил Харьков, Мариуполь, Одессу. Он уже убил сотни тысяч людей в Украине и России. Каждый день и в Украине, и в России что-то взрывается, горит, гибнут и остаются калеками люди. Война отбросила нашу страну на годы назад в структуре промышленности. Мы опять ремонтируем старое железо. И на десятилетия потеряли шанс высокотехнологичных интеграций. Война не только пожирает молодежь. Она тем самым отнимает надежду на обеспеченную старость. Кто будет кормить стариков? Но самое страшное – эта война не имеет конца. Путин поставил свою власть, свою жизнь на эту войну. Он не может ее закончить и не собирается это делать. Пока Путин остается у власти, война будет продолжаться. Мобилизации, налеты дронов, закрытые границы, калеки и гробы, гробы, гробы. Это не Путин собирается на новый шестилетний срок. Это война собирается. Это был политик и бизнесмен Михаил Ходорковский, а вдова Алексея Навального Юлия Навальная опубликовала колонку в американской газете Washington Post, в которой она так охарактеризовала Владимира Путина. Еще одна цитата. Чтобы победить Путина или хотя бы серьезно его наказать, нужно осознать, кто он такой. Слишком много людей на Западе по-прежнему видят в нем легитимного политического лидера, спорят о его идеологии и ищут политическую логику в его действиях. Путин не политик, он бандит. Смотрите на него, как на лидера мафиозной группировки. Конец цитаты. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 марта. Темой этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вернусь к упомянутому уже интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву. Путин в ходе этого интервью позволял себе хамские высказывания в адрес украинского политического руководства, говорил о технической готовности России в случае необходимости вести ядерную войну, довольно долго перечислял ущерб, который, по его мнению, нанесен экономике и безопасности Финляндии и Швеции их решением вступить в НАТО. Путин называл этот шаг бессмысленным, но так и не задался вопросом, зачем тогда эти страны на него пошли. Но отвечая на вопрос о возможности переговоров с Западом, Путин вдруг заявил, что никому не верит. Это, наверное, неудивительно, поскольку он сам многократно, публично утверждал, что НАТО и США не раз его обманывали, как он выражался, надували, но Киселев не удержался и переспросил Путина, кого он имеет в виду, все-таки всех или только Запад. Вот слова Владимира Путина. Я не хочется этого говорить, но я никому не верю. Так. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь. Но сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые послу. Я боюсь, что вас будут цитировать в расширительном плане. Вы никому вообще не верите, либо вы имеете в виду западных партнеров, в данном случае, когда говорите, что никому не верите? Ну, я предпочитаю руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять. Ведь, понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемых решений очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны. Это был фрагмент интервью Владимира Путина российскому телеведущему Дмитрию Киселеву. Представители Ватикана продолжают давать разъяснения по поводу интервью Папы Римского Франциска, в котором он употребил словосочетание «белый флаг» в контексте своего утверждения о необходимости мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине. В интервью итальянской газете «Карьера де ла Серра» госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паралин подчеркнул, что понтифик имел в виду именно переговоры, а не как не капитуляцию Украины. И еще один важный момент отметил кардинал Паралин. Первый шаг к переговорам должен сделать именно агрессор. Остановив свою агрессию. Вот фрагмент заявления Пьетро Паралина читает диктор. Смысл заявления понтифика заключается в том, что должны быть созданы условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира. В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной, а от обеих сторон конфликта. И первым шагом должно быть именно прекращение агрессии. Мы никогда не должны забывать о контексте, в котором Папа Римский говорил о переговорах, и в частности, о смелости вести переговоры, которые никак не означают капитуляцию. Святой Престол следует этой линии и продолжает требовать прекращения огня. Первым это должен сделать агрессор и, как следствие, начало переговоров. Понтифик объяснил, что переговоры – это не слабость, а сила. Это не капитуляция, а смелость. Смысл этих слов в том, что мы должны уделять больше внимания сохранению человеческой жизни. Помните о сотнях тысяч людей, которые были принесены в жертву в этой войне в самом сердце Европы. Фрагмент интервью газете «Карьера де ла Сера» госсекретаря Ватикана кардинала Пьетра Паралина. Читал диктор. При отсутствии работающих демократических институтов в России у Путина развязаны руки, и он не собирается заканчивать войну в Украине. Так считает финансист, глава инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Билл Браудер. В интервью телеканалу «Настоящее время» Браудер отметил, что несмотря на совершенное им в Украине, да и в собственной стране, Путин до сих пор остается рукопожатным в некоторых европейских государствах. И, конечно же, многие задумываются сейчас о том, что произойдет, если на президентских выборах в США этой осенью победит Дональд Трамп, выступающий против оказания Украине военной помощи. Сейчас сторонники Трампа в Конгрессе блокируют принятие соответствующего законопроекта, а сам Трамп буквально вчера окончательно обеспечил себе номинацию к кандидатам в президента США от республиканской партии. Вот что Уильям Браудер думает о том, как следует вести себя Европе в случае, если Трамп вновь займет овальный кабинет в Белом доме. Я думаю, что пока он ведет войну с Украиной, Европе нужно быть на стороне Украины, независимо от того, кто президент США. И Трамп может захотеть вести Америку в другую сторону. Но это не означает, что весь остальной мир снова развернется к Путину. Я действительно думаю, что он в изоляции и будет оставаться изолированным. Но, конечно, эти маленькие островки лояльности Путину тоже есть. Орбан, Фицца в Словакии. Есть несколько людей из крайне правых кругов, например, в Германии, которые становятся более дружелюбными по отношению к Путину. Проблема в том, что Путин – диктатор. Мы знаем Путина, и он не меняется. Но мы живем в демократиях, которые могут измениться в любой момент. И Путин может влиять на наши демократии. Он может начинать войны, например, вызывающие миграционные кризисы, которые меняют нашу политику. Он может вмешиваться в выборы с помощью социальных сетей, фабрик троллей и многого другого. Он может отправлять шпионов для выполнения самых ужасных миссий. Мы очень уязвимы перед ним. И с этой точки зрения у него очень сильное положение. Он никому ничего не должен. Он может ни с кем не считаться. У него нет избирателей, перед которыми ему надо отвечать. У него нет судебной власти, медиа, парламента, институтов, судов. И поэтому он может делать все, что ему угодно. И это дает ему свободу. Его главное преимущество в том, что ему не важно, что происходит с российским народом. Он может отправить сотни тысяч молодых людей на войну, зная, что они умрут. И это его не заботит. Он может разрушить экономику и не столкнуться с последствиями. Он в очень выгодном положении, потому что все те вещи, о которых обычные лидеры должны беспокоиться, его вообще не волнуют. Это был финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Интервью можно найти на сайте телеканала currenttime.tv. Между тем, упомянутый Уильямом Браудером кандидат в президенты США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, оба выступающие против продолжения помощи Украине, встретились на днях в американском штате Флорида. Важно отметить, что поездка Орбана в США была неофициальной. А после встречи с Трампом Орбан заявил, что у Трампа есть план, как закончить войну в Украине, и этот план якобы совпадает с интересами Венгрии. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Виктор Орбан прибыл в США по приглашению Дональда Трампа. В Белом доме его не ждали. Из Вашингтона премьер-министр 8 марта отправился во Флориду в поместье Трампа Маралагу. Хоть его и сопровождал министр иностранных дел Петер Сиярто, их встреча была больше похожа на праздник, чем на переговоры. Трамп и Орбан давно питают взаимную симпатию. Вот что сказал премьер-министр перед поездкой. Я убежден, что если бы в то время, когда началось российское вторжение в Украину, президентом США был Трамп, войны сейчас не было бы. Я абсолютно уверен в этом. Сильный президент США может остановить любую войну, так или иначе, связанную с Европой. И если задаться вопросом, какие у нас есть шансы на мир, то станет ясно, единственный серьезный шанс на мир сейчас, это если он сможет вернуться и заключить мир. Это моя единственная надежда. В противном случае война между Украиной и Россией будет долгой. Она будет подходить все ближе к Венгрии и создавать все более серьезные дилеммы для европейской политики. Так что возвращение Трампа является предпосылкой для прочного и быстрого мира на европейском континенте. И именно поэтому я всегда позитивно отношусь к сотрудничеству с ним. А это отрывок из предвыборной речи Дональда Трампа, произнесенной на следующий день после встречи с Орбаном. Вчера вечером я ужинал с отличным джентльменом из Венгрии. Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Очень, очень жестким. Некоторым он не нравится, потому что он очень жесткий. И два месяца назад у него брали интервью. Он повторил это еще раз вчера. Я ценю это. Это очень мило. Он сказал, проблема Америки заключается в том, что им нужно, чтобы Трамп снова стал президентом. Когда Трамп был президентом, не было ни одной из этих проблем. На Израиль не напали бы, Украина и Россия не стали бы воевать. Вернувшись домой, Виктор Орбан в интервью венгерскому телевидению сказал, что у Трампа есть детальный план, как положить конец войне. Но он не уполномочен его раскрывать. Однако заверил, что этот план полностью соответствует интересам Венгрии. Спустя несколько минут он все же раскрыл некоторые подробности. Прежде всего, он не даст ни копейки на украинско-российскую войну. Именно поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Президент Джо Байден, выступая в день встречи Трампа и Орбана перед избирателями в Пенсильвании, сказал следующее. Знаете, с кем он встречается в Мар-А-Лагу? С Орбаном из Венгрии, который прямо говорит, что он не думает, что демократия работает и стремится к диктатуре. Венгерский МИД назвал эти слова ложью и вызвал посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, чтобы заявить протест. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. И последнее на сегодня. Пять дней прошло после Международного Дня Солидарности Женщин в борьбе за свои права, который отмечается 8 марта, который в сущности в России превратился в День Женщин, как 23 февраля в День Мужчин. Казалось бы, о подаренных женщинам сковородках в качестве мести за подаренные мужчинам двумя неделями раньше носки и бритвенные станки можно забыть до следующего года, но неожиданно тема праздника была поднята на заседании Государственной Думы России, причем в довольно оригинальном ключе. Депутат от фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Олег Нилов, доказывая, что Россия должна сама уметь выращивать цветы для своих дам, обвинил мужчин, подаривших 8 марта цветы женщинам ни много ни мало в финансировании вооруженных сил Украины. Это, кстати, статья о госизмене с соответствующими последствиями. Если не верите, послушайте сами. Вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях там за любые деньги покупали, принесли вам, порадовали, знаете, куда денежки-то пошли в большинстве от этих многомиллиардных в долларах потоках? Ну ладно бы в нейтральные дружественные страны, нет, в Голландию 6 миллиардов долларов денег наших мужчин за эти цветочки утекли в Голландию, куда Голландия направляет эти деньги и призывает всю остальную вот эту банду на снаряды ВСУ. Это был депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Олег Нилов. Слова депутата Нилова заставили меня задуматься о том, что его логика может изменить отношение к празднику 8 марта, как женщин, любящих получать в этот день цветы, так и тех из них, кто принимает цветы 8 марта отказывается. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст нужно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова